Евгений Завойский основатель Казанской научной школы физиков, открывшей электронный парамагнитный резонанс. В 1926 году Евгений Константинович поступил на физико-математический факультет Казанского университета, а в 1938 году после защиты кандидатской диссертации возглавил кафедру физики Казанского университета. Уже в первые годы заведования кафедры научной интересы Завойского сосредоточились на изучении радиотехническими методами различных физических явлений. Ему удалось добиться открытия в университете лаборатории ультракоротких волн. Под его руководством развернулись широкие исследования поглощения радиоволн электромагнитами и газами. В Казани он стал родоначальником школы магнитной радиоспектроскопии. Наряду с научной работой в казанский период своей деятельности Завойский уделял большое внимание преподаванию физики в университете. Его лекции отличались оригинальностью построения и включали в себя последние достижения науки, не вошедшие еще в традиционные учебные пособия. Во-первых, основная моя деятельность была использование метода электронного парамагнитного резонанса, который открыл Завойский здесь, в Казанском университете в 1944 году, то есть в 1944 году, во время войны. Я теоретик, но я работаю с экспериментаторами, нашими экспериментаторами, экспериментаторами. Много очень работы у меня вместе с экспериментаторами в Цюрихе, в Швейцарии, в Германии, там разные, Дармштадт, Дрезден, различные центры, Аугсбург. Моя была задача, они измеряют, а я интерпретирую эти результаты, которые были измерены методом Завойского, электронного парамагнитного резонанса. В годы начала Великой Отечественной войны в стране встала проблема размещения научных работников и оборудования, эвакуированных институтов и лабораторий. В 1941 году, после ознакомления с работами голландского физика Корнелиса Гортера по парамагнитной релаксации и его попытками определения магнитных моментов атомных ядер, Завойский решил повторить эти работы, но использовать не калориметрический метод Гортера, а свой, более чувствительный метод сеточного тока. Но ему не удалось закончить свои эксперименты. Евгений Константинович был вынужден переключиться на оборонную тематику — разработку массового излучателя ультрагерцевых волн в лаборатории Аркадьева. В конце 1943 года он снова возвращается к работе по определению магнитных моментов атомных ядер, применяя более чувствительную аппаратуру и метод модуляции магнитного поля. А с 25 ноября, судя по документам, начинает экспериментальную работу на второй докторской диссертации. Закончился период его вынужденного творческого простоя. Защита диссертации состоялась 30 января 1945 года в физическом институте Академии наук СССР. В дальнейшем Завойскому была присуждена ученая степень, доктора физико-математических наук, а затем присвоена ученая звания профессора. Это открытие Завойского происходило во время войны, и тем не менее уже тогда было воспринято у нас в Советском Союзе тогда и известными людьми. И стало ясно, что это один из самых чувствительных методов исследования структуры и процессов на микроскопическом уровне в твердых телах и в жидкостях. И именно то, что это оказалось одним из самых чувствительных методов, а может быть даже самым чувствительным методом, можно считать одним из крупнейших открытий прошлого века. В Казанском федеральном университете открыт музей Евгения Завойского. Перед корпусом института физики установлен бюст ученого, а также проводятся ежегодные завойские чтения. Также имя ученого носит одна из улиц Советского района Казани. Елизавета Газизянова, Универ Новости.